Игромания представляет Издательство Paradox Interactive выпустило продолжение кооперативного боевика Мэджика. Во второй части четыре волшебника-недоучки призваны спасти земли Мидгарда от обезумевших коллег. В этом им поможет обширнейший арсенал заклинаний. Вот только использовать их надо с большой осторожностью. Магия наших подопечных зачастую поражает не только врагов, но и друзей. На приставке Wii U вышел необычный боевик с платун, заточенный под многопользовательские сражения. Мы играем за забавных человечков, которые вооружены пушками с краской. Превращаясь в кальмаров, бойцы могут стремительно плавать по покрашенным в свой цвет участкам карты. Сюжетное дополнение к Dragon Age Inquisition с подзаголовком «Jows of Hakon» еще в марте появилось на Xbox One и PC. Теперь оно стало доступно и на прочих платформах. DLC привносит в игру новую локацию, в которой мы узнаем, что случилось с последним Инквизитором и раскроем тайны древней Тевинтерской крепости. Увидел свет четвертый эпизод приключения Game of Thrones. Судьба все сильнее разбрасывает по миру выживших членов семейства Форестеров. С одним из них мы побываем за стеной. Другой отправится далеко на восток, где встретится с матерью драконов. Да и тем Форестером, что остались в Семи Королевствах, будет не до скуки. 30 лет назад Джулиан Голуб, отец-основатель сериала XCOM, выпустил пошаговую стратегию Chaos the Battle of Wizard. Теперь, при финансовой поддержке фанатов, он подготовил ремейк игры. Как и оригинал, Chaos Reborn посвящена дуэлям могучих магов, в которые часто вмешивается его величество случай. В Стиме начались продажи симулятора охотника на динозавров Carnivores – Dinosaur Hunter Reborn. Чтобы заполучить трофей, игрокам нужно изучать повадки ящеров, подбирать оружие, читать следы, вставить ловушки и использовать особенности местности. С портативных устройств на персональные компьютеры перенесли симпатичную космическую аркаду Star Horizon. В роли пилота маленького истребителя мы окажемся в эпицентре войны между могущественной корпорацией и негодующими повстанцами. Пятерку мультиплатформенных проектов замыкает Майнкрафт. Недавно в прессу попало очередное исследование, посвященное игре. Авторы доклада, психологи Юн Ли и Роберт Пейзанао, обвинили Майнкрафт в отсутствии должной стимуляции творческого потенциала. Авторы считают, что раз в игре отсутствует четкий финал, игровой процесс всего лишь приводит к однообразной и бесконечной разработке одних и тех же строений. Строчкой выше располагается GTA V. В недавно опубликованном финансовом отчете компании Take-Two Interactive сообщается, что с момента релиза в магазин отгрузили 52 миллиона копий. До конечного потребителя, впрочем, пока дошло всего 45 миллионов. Бронза достается Mortal Kombat X. Разработчики пообещали, что в следующем месяце файтинг пополнится новым персонажем — Таней. Также в июне на русском языке выйдет первый том комикса «Кровавые узы», который расскажет о событиях, предшествующих сюжету игры. На вторую ступеньку опускается Wolfenstein The Old Blood. Продажи шутера по сравнению с прошлой неделей снизились на 35%. На первом месте стартует Ведьмак 3 — Дикая охота. На сегодняшний момент это самый громкий релиз этого года. Продажи Дикой охоты превысили стартовые показатели Battlefield Hardline и существенно превзошли дебют «Убийц Королей». А вот среди эксклюзивов на минувшей неделе все было очень тихо и спокойно. На пятую строчку вернулся Pokemon Omega Ruby and Alpha Sapphire. В сети циркулирует слух о скором анонсе Pokemon Z, но в Nintendo пока никак не подтвердили существование подобных планов. На четвертую строчку поднимается The Order. Третьей ступенькой достается The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Игра продолжает подниматься наверх, в то время как ее продажи стабильно снижаются, что только свидетельствует об отсутствии каких-либо серьезных конкурентов в последние недели. Серебро завоевывает Марио Пати 10. А Бладборн сохраняет за собой первое место. На днях представители Sony подтвердили информацию о разработке крупного сюжетного дополнения, которое должно появиться до конца этого года. На этом все. Играйте только в лучшее! Субтитры создавал DimaTorzok